Национальный танец «Йохор» и народные гуляния, обряд зажения очага и выставка национальной кухни. Уже привычная для забайкальцев программа Сагаалгана на этот раз удивит массой новинок. Бессменный режиссер праздника Дулмажаб Жамсоева готовит это мероприятие уже в 28-й раз. Признается, люди хотят гораздо больше зрелищ, поэтому вместе с артистами, студентами и детьми на сцену краевой филармонии выйдут породистые собаки. Буряты издавна имели собака, кочевники, они были друзья так же, как конь, да, они были охотники, рыболовы эти собаки, они защищали, оберегали и, конечно, в этом представлении они как символ защитники нашего забайкальского края в этом 2018 году. Это в цирке трюки бывают, а по жанру у нас театрализованное представление, концерт, естественно, они придут, очень достойно зайдут и пройдут праздничным дефиле и как бы на своем языке бессловесно, естественно, поздравим. Среди новинок дефиле девушек в современных национальных вечерних нарядах – это коктейльные платья и легкие костюмы. Также впервые будут привлечены волонтеры. Праздник станет раем не только для модников, но и для гурманов. В Краевом драматическом театре можно будет попробовать самые популярные блюда бурятской кухни. Апогеем праздника станет выступление артистов монгольского театра из города Чайбалсан. Это, наверное, за последние несколько лет первый такой большой совместный проект правительства Забайкальского края, администрации Агинского, Бурятского округа, Министерства культуры Забайкальского края. Новый формат, еще раз подчеркиваю, за последние несколько лет, вот, ну, скажем так, Сагалган вышел у нас на большую сцену. Отметим, что платным 17 февраля будет только выступление монгольских гостей, на все остальные площадки вход свободный. Дарья Юринская, Максим Лобачев, ЗАПТ-ТВ